У мемориала артиллеристам 82-й мотострелковой дивизии собрались школьники разных возрастов. Тут и первоклассники, и почти уже выпускники. Сейчас сложно себе представить, как их ровесники в годы Великой Отечественной были вынуждены брать в руки оружие, управлять самолетами или, например, ходить в разведку. Рассказать о большом подвиге маленьких людей. Главная цель эколого-патриотической акции «Лес Победы», которую проводит благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». Маленькие герои Большой войны – это те дети от 6 до 18 лет, которые в годы войны показывали примеры такого подвига и героизма, о которых нужно знать сегодняшним детям. Сажать аллею славы маленьких героев Большой войны доверили юнормейцам. Считанные минуты и возле Осаковской школы растут шесть молодых рябин. Возле каждого дерева памятная табличка с именем героя. Это Петя Клыпа, защитник Брестской крепости. Партизанки Зоя Космодемьянская и Зина Портнова, снайпер Вася Курка, самый молодой летчик Второй мировой Аркаша Каманин и юнга-моторист Саша Ковалев. Самому старшему из них к началу войны исполнилось 17 лет, а самому младшему было всего 13. Нужно по всей России, чтобы везде стали такие же деревни, только в Московской области, потому что нужно помнить тех же самых детей, которые такое пережили, потому что не каждый даже взрослый может это пережить. Следующая часть с патриотической акцией, пожалуй, самая волнительная. Пока юноармейцы получали награды за участие в военно-историческом фестивале «Поле боя-2017», малыши готовились пополнить ряды юноармии. Всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому брату. Клянусь! Клянусь! Арсений сознательно решил пополнить ряды юноармейцев, потому что хочет стать как папа летчиком. А для этого он готов на многое. Юноармейец сначала должен хорошо учиться, а потом уже становиться летчиком. А летчик каким должен быть? Воспитанный, дисциплина у него должна быть. Отныне новоиспеченные юноармейцы в надежных руках. Старшие товарищи готовы помогать малышам словом, делом и собственным примером. Экологопатриотическая акция «Лес Победы» завершилась обедом. Солдатскую кашу юноармейцы ели с аппетитом, дружно, в условиях, приближенных к полевым. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».